Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как находить массовую долю вещества в растворе. Собственно, как находить массовую долю элемента в составе вещества, мы уже поговорили, и теперь похожим образом мы будем пробовать найти массовую долю вещества в каком-то определенном растворе. Собственно, принцип здесь будет тот же самый, он достаточно простой. Чтобы найти массовую долю какого-либо вещества в растворе, нам нужно взять массу этого вещества и недолго думая разделить ее на массу всего раствора. Вот тогда все будет хорошо. Итак, таким образом все, что нам с вами нужно знать, это собственно массу того вещества, которое в растворе содержится, и массу самого раствора, чтобы найти массовую долю. На самом деле, по сути своей, эта формула логично вытекает из обычной пропорции. И такие задачи на массовую долю вещества в растворе легко можно находить и методом пропорции, точнее решать. Методом пропорции тоже. Здесь все очень просто, по сути своей, как это работает. Массу раствора мы принимаем за 100%, в то время как массу вещества мы принимаем за x процентов. Ну и отсюда, в общем, зная любые два из этих трех компонентов, третье мы легко можем найти. Как правило, задачи а-ля, когда мы смешали, скажем, сколько-то грамм воды и сколько-то грамм вещества надо найти массовую долю, решаются элементарно. И более того, я открою вам страшную тайну, вы такие задачи решали еще в пятом классе, в последней четверти, когда, в принципе, изучали пропорции отношений. Там были задачки именно такого химического плана. Чем хороши такие задачки, когда мы встречаем их на УГП-хиве? Прежде всего тем, что здесь вам вообще не нужно знать химические свойства. Потому что какое бы вещество у нас ни было, это может быть серная кислота, может быть хлорид натрия, может быть что угодно. Это ни на что не влияет, потому что химическая реакция, это здесь не протекает, мы просто растворяем вещество в воде. Можем растворить его больше, тогда у него будет больше массовой доли. Можем растворить меньше, тогда будет меньше массовой доли. Но вне зависимости от этого расчеты будут те же самые. Более того, нам с вами не встретятся задачи персонально на массовую долю. В УГ, по крайней мере, нет. В ЕГЭ есть такая задача. В УГЭ это будет компонент, собственно, задачи из второй части, где в целом-то задача будет на расчеты по химическим реакциям. Но помимо всего прочего, нам нужно будет либо найти в результате массовую долю вещества, которая в каком-то растворе образуется. Либо наоборот, нам будет дано не просто вещество в каком-то объеме или массе, а будет дан раствор этого вещества, скажем. Вместо того, чтобы просто сказать, что нам дали 30 грамм серной кислоты, нам скажут, что прилили 100 грамм 30% раствора серной кислоты. И надо додуматься, сделать расчет по вот такой вот совсем несложной формуле. Плюс к этому в химии формул, по которым надо делать расчеты, вообще очень мало. Поэтому, в общем, если вы это запомните, то проблем не будет. И даже если вы это не запомните, вы всегда можете воспользоваться пропорцией. Раствор это 100%, вещество это какая-то доля от него, х процентов. Собственно, знаем долю, отлично знаем х, тогда надо найти массу раствора или массу вещества. Что-то из этого мы должны знать. То, что масса раствора, по сути своей, для нас с вами будет состоять из суммы массы самого вещества и массы воды, в которой это вещество и растворяется, я думаю, тоже достаточно очевидный факт. И не нуждается в каких-то дополнительных пояснениях. Да, в растворе, как правило, у нас содержится одно вещество, по крайней мере, интересует одно вещество. И даже если есть другое, то, в принципе, оно, в общем, мало на что влияет. Если мы знаем общую массу всего, что там содержится, то это и будет масса раствора. Понятно, да, обычно одно вещество, если мы говорим о каком-то чистом растворе, если это химическая реакция, там может быть и несколько веществ, но понятно, что масса раствора, это сумма масс всех, компонентов, в которых там растворяется, естественно, исключая то, что выпало в осадок, извините, если это осадок, это уже не является частью раствора, мы это можем отфильтровать и выбросить или не выбросить. И то, что у нас выделилось в виде газообразного вещества, тоже, что говорится, что улетело, то улетело, газ обратно не поймаешь, особенно если в воде не растворим. Поэтому, в общем, на это тоже стоит обращать внимание, но это тоже скорее уже ближе к вопросам, которые встретятся на едином государственном экзамене. На ОГЭ с массовой долей вещества все достаточно просто, если честно. В принципе, как правило, это расчет в один шаг по формуле, где, в общем, у нас всего лишь три компонента. Ну да, как правило, мы это считаем в процентах, поэтому обычно нам надо не забыть умножить это на 100%. В противном случае мы получим массовую долю вещества в долях. В принципе, может быть, это нам даже так лучше. Может быть. Но, как правило, нас просят все приводить в процентах, и в условии тоже все приводится в процентах. Ну, так как-то нагляднее, так как-то привычнее. Да, 25% это вроде как понятно, 0,25 вроде как то же самое, но как-то мы не любим запятые. Вот, такие вот дела. Ну, точно надо понимать, что массовая доля вещества растория не может быть больше 100% по техническим причинам. Да, компонент не может быть больше целого, в общем, при любом раскладе. На это тоже обращайте внимание, если у вас получаются какие-то чрезвычайно большие цифры. Это повод задуматься, может быть, вы что-то перепутали, сделали это кверх ногами. А так, ну, по большому счету, скажем, если, например, нам дан, давайте что-нибудь решим для примера, если нам, например, дан, скажем, раствор, масса которого, например, 200 грамм, а массовая доля вещества, как вы понимаете, не имеет значения, какое здесь вещество, в этом растворе, ну, например, составляет 7%, то для того, чтобы найти нам с вами, собственно, массу этого вещества, которого 7% 200 грамм, мы можем либо просто воспользоваться все этой же формулой, да, ничего сложного в этом не будет, если мы хотим воспользоваться этой замечательной формулой, мы сделаем такую вот запись, просто все сюда подставим. Выражая отсюда масса вещества, получится, что масса вещества должна быть равна массовая доля 7%, деленная на 100% и умноженная на массу раствора, то есть на 200 грамм. Проценты сокращаются, 7 делить на 200 это 7 сотых, 7 сотых умножить на 200, вы не поверите, это 14 грамм. Если с устным счетом не очень, на химии у вас должен быть калькулятор, он избавит вас от всех математических забот и хлопот, и уж точно арифметика не должна стать препятствием. Если вам не нравится формула, вы ее не помните, не любите, или в принципе у вас на формулу аллергия, всегда можно решить это пропорцией. На 200 грамм эта масса раствора, это 100%, собственно, х грамм вещества мы хотим найти, это 7%. Вот вам и пропорции, выражая отсюда х, вы не поверите, мы получим то же самое. Нам точно так же надо будет 7 умножить на 200 и делить на 100, и точно так же, вы не поверите, будет 14 грамм. Каким бы методом вы не считали, ошибиться здесь, ну, откровенно говоря, маловероятно. Простые задачи в одно действие, ей-богу, это четвертая четверть пятого класса. В принципе, можете взять учебник по математике и убедиться в библиотеке, убедиться в том, что там есть такие же задачи, даже посложнее. Так что когда-то вы это могли, должны смочь и сейчас. Определенно, в общем, даже если что-то забылось, то оно должно вспомниться. Вот так, надеюсь, что с расчетами массовой доли в растворе у вас точно не будет никаких затруднений, ни сейчас, ни, собственно говоря, дальше. А на этом так иначе на сегодня все. Большое спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке.